Испытание и молитва пророка Юнуса. Урок для верующих. Молитва пророка Юнуса Ибн Метты, Мир ему, является величайшей молитвой и важнейшей причиной для принятия обращения к Творцу. Краткая суть известной истории пророка Юнуса, Мир ему, такова. Он был брошен в море, и большая рыба проглотила его. В безвыходной ситуации бушующего моря, беспокойного мрака ночи и абсолютной безнадежности, эта молитва. Нет божества, кроме тебя, причист ты. Воистину, я был одним из несправедливых. Коран, 21 сура, 87 аят. Эта молитва стала причиной его скорого спасения. Великая тайна этой молитвы такова. В той ситуации причины, которые смогли бы его спасти, полностью потеряли свое значение. Ибо в том состоянии для его спасения был необходим один такой, повеление которого смогло бы повлиять и на рыбу, и на море, и на ночь, и на небо. Ибо ночь, море и рыба объединились против него. И только тот, кто одновременно подчинит своему повелению эти три творения, сможет вывести его на берег спасения. И если бы даже все создания были его слугами и помощниками, то и тогда бы не было от них никакой пользы. Стало быть, у причин нет никакого влияния. И от того, что он в степени зримой несомненности увидел, что нет другого прибежища, кроме создателя причин, Мусабиб Аль-Азбаб, внутри света Единобожия раскрылся секрет единства Аллаха, отчего эта молитва сразу подчинила ночь, море и рыбу. Благодаря этому свету Единобожия, обратив чрево рыбы, словно в некую подводную лодку, а море, бушующее в ужасе волн, подобных горам, благодаря тому свету Единобожия, сделав, будто некой безопасной равниной, неким местом для прогулок и отдыха, эта молитва, благодаря тому свету, сметясь с небесного свода облака, вывела луну над его головой, словно неким светильником. Эти творения, которые со всех сторон грозили и душили его, во всех отношениях проявили к нему доброжелательность. Таким образом, он спасся, выйдя на спасительный берег, и под деревом Яктын созерцал это проявление божественной милости и благосклонности. Итак, наше положение во сто раз ужаснее, чем первоначальное положение пророка Юнуса, мир ему. Наша ночь – это будущее. Наше будущее, на взгляд беспечности, является в сто раз темней и ужасней его ночи, а нашим морем является наш беспокойный земной шар. В каждой волне этого моря скрыты тысячи смертей, оно в тысячу раз страшнее его моря. Наши нескончаемые страсти и желания – нафс – это наша рыба, которая, угнетая, старается уничтожить нашу вечную жизнь. Эта рыба в тысячу раз опаснее его рыбы. Ибо его рыба могла бы погубить жизнь продолжительностью в сто лет, тогда как наша рыба старается уничтожить жизнь продолжительностью в сотни миллионов лет. Поскольку наше истинное положение таково, то и мы, следуя пророку Юнусу, мир ему, отвернувшись от всех причин и обратившись с мольбой непосредственно к своему Творцу, являющемуся создателю всех причин, должны сказать «И несомненно должны понять, что избавить нас от вреда будущего, этого мира и наших страстей и желаний, которые объединились против нас из-за нашей беспечности и заблуждения, может лишь только тот, у которого будущее находится во власти его повелений, земной шар во власти его законов, а наш навс под его управлением». Интересно, какая еще есть причина, кроме Творца Небес и Земли, которая может знать самые сокровенные мысли наших сердец, и которая, сотворив вечность, может осветить наше будущее и спасти нас от сотен тысяч удушающих волн приходящего мира. Конечно же, кроме необходимо сущего Творца, ничто и ни в одном отношении не сможет помочь и стать избавителем без его позволения и воли. Поскольку действительность такова, что подобно тому, как в результате той молитвы пророка Юнуса, мир ему, рыба стала словно неким средством передвижения, некой подводной лодкой и море, словно некой прекрасной равниной, а ночь осветилась нежным светом луны, так же и мы по секрету этой молитвы должны сказать. «Нет божества, кроме тебя, причист ты, воистину я был одним из несправедливых». Выражением «Нет божества, кроме тебя, привлечь милостивый взор Творца к нашему будущему». «Субханакя», «Причист ты к нашему миру» и «Инни кунту мин золи мин». «Воистину я был одним из несправедливых». «К нашему навсу, с тем, чтобы благодаря свету веры и Корана осветилось наше будущее, а ужас и страх нашей ночи обратился в приятное путешествие. И чтобы в этом мире и на этой земле, на которой из-за постоянного круговорота смерти и жизни бросается в небытие волны лет и веков бесчисленное множество умерших творений, войдя внутрь истин Ислама, представляющих собой некий духовный ковчег, сооруженный в мастерской мудрого Корана, и благополучно плывя по поверхности того моря, выйти, наконец, на спасительный берег, завершив миссию нашей жизни. И чтобы штормы и бури того моря, наподобие кадров киноленты, которые, обновляя пейзажи путешествия в этом мире, вместо страхов и ужаса, радовали и просвещали взгляд. Взгляд, смотрящий на мир в размышлении, извлекая полезный урок. И чтобы, благодаря этому секрету Корана, с помощью воспитания Фуркана, то есть Корана, различающего истину от лжи, не страсти и желания одолели нас, а мы одолели их и сделали их средством обретения нашей вечной жизни. Одним словом, подобно тому, как человек, с точки зрения содержательности своей натуры, страдает от болезненной дрожи, также он страдает и от содроганий и сотрясений Земли, и от великого сотрясения мира при наступлении конца света. И, подобно тому, как он боится крошечного микроба, также он боится и кометы, возникающей от великих звезд. А также, подобно тому, как он любит свой дом, также он любит и огромный мир. И как он любит свой маленький сад, также он любит и стремится к бесконечному вечному раю. И поэтому Творцом, прибежищем, спасителем, целью и тем, кому должен поклоняться такой человек, конечно же, может быть лишь тот, в руках которого правление всей вселенной, а атомы и звезды во власти его повелений. И, несомненно, такой человек, подобно пророку Юнусу, мир ему, постоянно нуждается в этой молитве. Нет божества, кроме тебя. Причист ты. Воистину, я был одним из несправедливых.